МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И в начале выпуска по традиции коротко о главном. Отказались от детей ради денег. Две дагестанки подозреваются о мошенничестве и незаконных действиях. Об этом расскажем в начале выпуска. Бессрочное пользование с рядом нарушений. Озеро Мочок вернут в собственность государства. Подробнее далее. Матчлис Медини от дагестанцев. О просветительском мероприятии, которое провели на святых землях паломники из нашей республики, смотрите сегодня. Дагестанцы лучшие не только в борьбе. Фолейболисты также лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Подробности в спортивном блоке новостей. Две дагестанки подозреваются в мошенничестве и незаконных действиях по передаче детей под опеку. Об этом сообщает Следственный комитет республики. Жительница села Тпик Кагульского района отказалась от своих несовершеннолетних детей, чтобы опеку над ними оформила ее свекровь. Аферу родственники провернули ради выплат от государства. С марта 2010 по декабрь 2019 года они получили более 1 миллиона 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено еще одно дело о превышении полномочий в отношении бывшего заместителя главы Агульского района. Озеро Мочех вернут в собственность государство. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры. По данным ведомства, проверка показала, что власти Хунзахского района незаконно сформировали участок площадью свыше 40 гектаров с кадастровой стоимостью более 70 миллионов рублей. При его передаче в бессрочное пользование Министерства мелиораций и водного хозяйства республики были допущены нарушения водного и земельного законодательства. Надзорный орган отменил данное постановление. Напомним, озеро входит в список памятников природы регионального значения и пользуется спросом среди местных жителей и путешественников. Отдых в Дагестане в весенне-летний период года станет дороже почти на 15%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Связано это, по данным экспертов, ожидаемым высоким спросом на путешествия в Дагестан. В среднем туроператоры выставляют ценник на отдых в регионе в зависимости от типа и продолжительности в размере от 50 до 100 тысяч рублей на двоих. Более 50 пациентов провели высокотехнологичную диагностику в рамках Дня профилактики рака легких в Республиканском онкоцентре. Махачкалинцы могли бесплатно и без направления пройти обследование органов дыхания, включая компьютерную томографию и консультации хирургов и онкологов. У 14 человек был выявлен фиброз легких, у 8 – хронический бронхит, в трех случаях обнаружена киста легких, которая требует наблюдения, а у трех пациентов – подозрение на туберкулез. Все эти люди будут дообследованы и получат необходимое лечение. Дагестанцы организовали маджлис в Медине. Еженедельно паломники из республики направляются на святые земли Мекки и Медины для совершения малого хаджа – умра. Их сопровождают религиозные деятели и гиды. Для очередной группы паломников от Марва Турх провели рядом с мечетью пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего просветительское мероприятие. Сколько количества людей, тем более мусульман, в мире, и Аллах, азза-ваджалля, среди них дал определенным людям возможность находиться здесь. И это особый нехмат, который мы должны вознать в халусе Всевышнего Аллаха, азза-ваджалля. И насчет Медины мы знаем, после Мекки самое достойное место считается Медином. И здесь за намаз мы получаем в тысячекратном размере вознаграждение. Не только за намаз, за других благих дел тоже Аллах нам приписывает в тысячекратном размере вознаграждение, уважаемые братья и сестры. И также Медина мы знаем, пророк, азза-ваджалля, в своем хадисе говорит, который передает имам Бухари, также муслим, на дорогах в Медине стоят ангелы, говорит, сюда не зайдет даджал, и вот эта болезнь, опасная болезнь, чума, сюда не зайдет, говорит. Это хадис пророка, азза-ваджалля. Завершилась встреча вкусной трапезой и коллективной молитвой. Сохраняя традиции, внедряйте инновации. Слоган творческого фестиваля, который прошел в школе ВАТА. Основатели профессионального педагогического сотрудничества на УСТИМ посетили образовательное учреждение и презентовали свои технологические новшества, которые активно практикуются здесь с 2023 года. Подробнее в сюжете Айша Тухаевой, ей слово. Парциально образовательная программа на УСТИМ направлена на то, чтобы развить у детей школьного возраста способности к программированию, инженерии и технологическим разработкам. Этот проект у нас возник ровно год назад. Дело в том, что школа ВАТА входит в состав большой группы педагогов в 22 регионах России, и они являются членами клуба на УСТИМ. И в рамках этого клуба у нас организуются различного рода проекты. В частности, год назад был некий проект, объединяющий три республики Северного Кавказа. Это Осетия, это республика Чечня и Дагестан. В каждой республике были представлены различного рода образовательные организации. От города Махачкала, Дагестана мы пошли в этот проект именно с ВАТАН. В школе ВАТАН есть подготовленные педагоги и современное оборудование. Используется оно с учетом национальных традиций. Это ноу-хау проекта на УСТИМ, то есть приобщать детей к техническому творчеству, привнося в это творчество элементы этнокультуры Дагестана. Проходят эти дисциплины в школе ВАТАН во внеурочное время. Это не то место, где дети сидят и слушают без конца учителя. Это то место, где дети творят свои задумки, свои воображения, свои фантазии. Где они могут творить? Творить они могут в техномире, строить всевозможные. Сначала, конечно, по инструкции роботов, полигон. Мы создаем целые полигоны, где мы строим города, строим дороги. Потом под пиктограммом мы настраиваем наши роботы, чтобы они прошли прямо сколько-то там, 20 сантиметров, повернули налево. То есть дети могут выбирать. Я им не говорю, сегодня вы сядете сюда, и мы будем делать это. Они могут выбрать. Кто-то сядет на техномир, где будут создавать роботов. Кто-то сядет создавать мультик. А кто-то сядет, допустим, хочет проводить электрический ток по электрическим проводам. Таким образом, детей подготавливают к изучению робототехники и освоению навыков инженерии. А инженерное образование сегодня необходимо в любой сфере. Проект «Ноустим» направлен на развитие навыков для инженерного образования детей, начиная с детского сада. То есть дети уже начиная с пяти лет учатся и математике, и развитию логики, и умеют даже уже и программировать. Конечно, на пиктограммном программировании подготавливаются к изучению технических наук, уже начиная с пяти лет. То есть это комплекс технических навыков, которые пригодятся сейчас в современном мире каждому успешному человеку. Фестиваль продолжится в Чечне и Осетии. Там также будут обучать школьников техническому творчеству. По итогам этого тура компания «Ноустим» сделает заключение и оформит свои новшества как новый продукт, который помогает сохранить традиции и внести инновации. Айша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. И к новостям спорта. Штангист Исмаил Гаджибеков четвертый раз подряд выиграл золото Кубка России. На верхнюю ступень пьедестала наш спортсмен поднялся на соревнованиях в Туле. Ученик тренера Гусинхана Закарьяева лидировал в весовой категории до 55 кг. В сумме двоеборья дагестанский тяжелоатлет набрал 227 кг. В рывке – 107, а в толчке – 120 кг. Медаль Исмаила Гаджибекова стала единственной для дагестанской сборной на Кубке страны. Волейболисты клуба «Дагестан» продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России. Восьмой тур в высшей лиге «Б» наша команда провела на домашней площадке Дворца спорта имени Али Алиева в Каспийске. Дважды были обыграны клубы «РЦСП» из Краснотарского края и «Динамо МГТУ» из Майкопа. Дружина Магомеда Гайрбекова выиграла все 28 сыгранных за 8 туров матча чемпионата. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова